Доброе утречко! В общем, отдыхать хорошо и приходить в себя после отдыха очень сложно. Я вчера вообще целый день была в каком-то полукомотозном состоянии, видимо, после перелёта, после этих эмоций, смены опять климата из тепла в снег, вот в этот вот ужасный снег. Я ненавижу снег, вообще ненавижу. Ладно, как это? Что у меня на голове сегодня? Как это говорят? Если вам что-то не нравится или кто-то не нравится, эта проблема есть у вас самих, да? Что мне не нравится в зиме? То, что она холодная. Это не говорит о том, что я холодная, да? Там чёрствая, не знаю, какая-то или... Ну, ладно, так, отступление. Сегодня среда, уже среда. Я в тихом ужасе, как быстро проходит время. Но я в большой радости, что сегодня у меня уже начинаются тренировки. И вот эти полтора месяца до 15 апреля, в следующий отпуск у меня с 15 апреля, представляете? Ну, вот как-то в этом году вот так у меня отпуск распределили. Получается, сегодня 1 марта. Поздравляю с первым днём весны. Сейчас покажу, какая у нас весна на улице. Вот. И до 15 марта у меня очень-очень такой... Я не буду говорить тяжёлый период, но он будет такой продуктивно-активный, что ли. Вот как-то так. Потому что, во-первых, в садике работы очень много. Я выхожу 6 марта, 7 марта сразу у меня утренник. К 8 марта. Затем мне нужно будет так утренник проведём. Уже, можно сказать, провели. Вот здесь где-то в голове. Надо будет мне готовиться к конференции, готовить методическое пособие. Сложно. Не просто так написать, начерикать, типа опыт работы представить там. Ну, в общем, там всё серьёзно. Дальше. Фитнес. Мне нужно будет готовить мою детскую группу к отчётному концерту, который будет 30 апреля. В общем, до 15 апреля мне нужно прям кровь из носу с детьми выучить. Два танца. Они у меня их знают уже. Один танец они уже знают. Капельки пружинки. Второй зебрики пока ещё как-то так. В общем, надо выучить обязательно. К 30 апреля мне нужно подготовить степ танцевальный со взрослыми. Но перед этим ещё надо уговорить этих взрослых участвовать в этом концерте. Дети-то за ура! Дети вообще готовы там петь, плясать. Им только дай волю они хотят на сцену. А вот взрослые со взрослыми немножко туговато. Если есть взрослые, которые хотят, сильно хотят выступать, то, как правило, эти взрослые из разряда начинающих танцоров на степе, понимаете? Те, кто прям танцуют, танцуют. Те, кто ловят связки мои на один раз, с первого раза мгновенно и танцуют со мной в несон. Их 3-4 человека. И они все говорят, я стесняюсь, я не хочу. Там меня увидит кто-то. Ну, в общем, понимаете, как бы люди, которые реально достойны выйти на сцену, которые могут сделать это, они не хотят участвовать. Хотят участвовать те, кто только начинает. И вот как мне группу начинающих... Ну, в принципе... В принципе... Полтора месяца... Два месяца у меня есть. Сделаем. Все будет пучком, сделаем. Ладно. Не могу себя никак взять в руки. Время пол-одиннадцатого. Я попила кофе. Позавтракала. Надо начинать делать дела. Потихонечку приходить в себя. Ну и жить продолжать. Оставайтесь со мной. Помните, я вот в прошлом видео показывала вам цветок в гостинице на ресепшене. Видели он какой там? И смотрите, какой он у меня. Походу, мне придется его выбросить. Эх, тьма тьмущая. Жалко. Так-то он у меня долго уже стоял. Мне пришлось пообрезать вот такие вот. А они уже все. Видимо, все. Так, здесь у меня колонки. Артемий мне отремонтировал. Я сломала, которую на работе. Он мне заменил вилочку. Сказал, все работает. Надо будет унести их в садик. Так, покажу, какая у нас весна. Да, кроссовки обе пары выстирала. Эти рабочие. Эти вот я в Сочи гуляла. С первым днем весны. Первое марта. Ну вот как-то вот так. Грусть, печаль, снег. Мне даже не верится, что я вчера еще была. Вчера? Позавчера. Позавчера я была еще в тепле, на море, где зелень. Представляете, вчерашний день для меня как прошел. Я даже не поняла, как. Вот такие пироги. Так, кроссовки за ночь высохли. Я их стираю в машинке. Вообще, даже не парюсь. Сгрузила вот две пары вчера на полчаса. Барабан мне прокрутил их. Все чистенькие. И снова, как новенькие. В общем, уберу сейчас кроссовки. И мне надо эти сколько всего. Все вот это сейчас буду убирать. Я вчерашний день реально провела в каком-то полукоматозном состоянии. Потому что, ну, во-первых, я лежала практически весь день. Ноги свои приводила в порядок. Ну, как я приводила их в порядок? Я просто старалась не шевелиться и ноги держать на стене, так скажем, да. Вот. Потом, в какое-то время, когда вечером уже, то ли полвосьмого, то ли около семи вечера, я вот здесь вот на диванчике лежала, видео монтировала. И вырубилась, представляете? В какой-то момент я просто вырубилась. Я ничего не слышала, я никого не видела. Я проснулась с полдевятого вечера. Сидит рядом сын. Я глаза открываю, он смеется надо мной. Ничего ты, мама, говорит. И говорит, я, говорит, уже в магазин сходил, хлеба купил. А ты, говорит, все, спишь. В общем, я вроде бы не устала, но то ли вот эта ночь такая перелетно-самолетная сказалась, то ли все-таки усталость, то что я много ходила, и ноги-то мои меня подвели немножечко. Поэтому вчера какой-то день такой странный был вообще. Смотрите, что я вам покажу. Вот перед отъездом, в тот день, когда я уезжала, я поменяла у него воду, у Тритона. Вот эти, видите, шарики? Как бы вот показать их, чтобы прямо их видно было. Вот. Видите, какие-то шарики вокруг него плавают? Вот этого не было. Я ему вымыла полностью все, камушки все промыла, налила чистейшую воду, и прошло, получается... Так, я уехала 23-го, меняла воду, 23-го я уехала, 23-е, 24-е, 25-е, 26-е, 27-е, 28-е. Сегодня первое число. Ровно неделя прошла. И у него опять это все. Что это такое? Я ничего не понимаю. Подскажите, кто знает? Вообще не понимаю, как это образовывается, откуда это берется. Включаю телевизор. Хочу какую-нибудь музыку. Чтобы слушать музыку, подключи свой аккаунт звука. Для этого зайди в раздел сервиса приложения Салют или отсканируй зеленый QR-код на инструкции и перейди на сайт go.sber.ru Нет, спасибо, я хочу на ютубе что-нибудь. Так, что у нас тут есть? Мой джем. А вот, вот это послушаем. В общем, я решила расчехлиться, навести порядок в шкафах. Разложила, развешала свои вещи кругом и везде. Это еще не все. То, что в этой комнате еще в коридоре, в шкафу. Ну, и я насчитала в общей сложности 19 пар штаммов. Я в ужасе, понимаете? Я в ужасе. Я просто не понимаю, когда я все это ношу. Короче говоря, надо, как подойти правильно и с умом к расчехлению себя и своего гардероба. Расскажите мне. Потому что я начала сейчас все это перебирать. Я сложила вот эту кучку, то, что можно выбросить. А все остальное мне жалко. Так вот, я бы, ладно, это бы все носила. Есть вещи, которым уже не один год, и мне их жалко выбросить. И мне, я думаю, что я их буду носить. Короче говоря, я не умею расчехляться. Я плюшкина. Понимаете, да? Здесь только 8 пар штанов. Причем 2 пары абсолютно одинаковые. Вот эти типа под кожу. Лосиные. Спортивные, спортивные. Типа джинсы, джинсы. Это такие, как сверху. Спортивные, спортивные. Дальше. Брюки. Раз. Брюки. Два. Брюки синие, темные. Классика. Три. Дальше. Спортивные. Спортивные. Тренировочные. Гладить надо. Спортивные белые. Так, убрала отсюда все остальное. А, вот здесь вот висят еще теплые. Ну, это зима. Зимних у меня всего 2 пары. Дальше идем. Все интереснее. Блин, свет не включила. Темно. Дальше идем. Джинсы. Костюм со штанами, костюм со штанами, костюм со штанами. еще костюм еще костюм мать моя женщина как быть и что делать оставить только все то что я нашел всегда или оставить только то что самое любимое я люблю каждую свою вещь я люблю каждую свою вещь и я ношу все просто получается что какой-то период времени одну вещь нашу какой-то период времени вторую вещь нашу но при этом покупая новая так один вариант оставить только все любимое то что я люблю больше всего в общем остапа понесло остап прибрался в шкафов шкафах в двух и пошел на кухню вот понимаете все я этот ящик освободила для кого тебя закрыть тебя закрыть ты туда не влезаешь чудо на ведь лезет смотрите че делает тиша вот какого лишь в этом надо к этот хвостатый помощник теперь в ванной мне помогает что тебе нужно вообще 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 во всех моих шкафах она сначала на кухне сидела в ящике теперь она здесь полезла проверяющий ну что остап остановился немножко я навела порядок во все квартире выдравить не выдравила но хотя бы так вот косметический порядок навела все про разложила по местам вымыла туалет ванну самые такие злачные места это у меня тут лежит булочка рядышком так сейчас готовлюсь к тренировке я кстати перестирала все что нашла в этом доме все покрывала вот эти надо еще покрывала выстирать снять поменяла постельная у мальчиков у себя еще вчера вот сейчас готовлюсь к тренировке у меня сегодня тренировка на 7 вечера мини-группа и на 8 большая группа не знаю удастся сегодня что-нибудь поснимать или нет но постараюсь постараюсь потому что просто потому что просто потому что я снимаю практически все свои тренировки вот сейчас думаю чтобы дать им такое интересное чтобы прям вот они почувствовали что меня целую неделю не было и я такая пришла и ух и сразу дала им чтобы прессик и ножки и ручки и спинка чтобы все хочется прям зажечь ладно готовлюсь ну что ты хочешь что ты хочешь мама только на диван присела она тут же пришла мама у вас два дня уже дома сидит не вылезает никуда не ходит нагулялась вот как я нагулялась в зачах хорошо сейчас пойду через час на тренировке пойду как дам как дам там всем как начнем пресс скачать который мама потеряла пока четыре дня кушала в бархатных сезонах наедала неженка ой доброе утро и спит и спит она и спит и спит сидя спит спит и стр и и и и и